привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и сегодня я хочу поговорить о том откуда мы с алексеем берем задачи ну и обсудить конечно содержательную физику и вот вчера лежал я в палатке утром на берегу обского моря солнце только всходило и я увидел краешек солнца через материал палатки только-только показавшийся из-за сосен и при этом наблюдал такую любопытную картину солнечные лучи проходили через капроновую ткань и я увидел яркую квадратную сетку я достал смартфон и заснял ее ряды этой сетки очевидно совпадают с направлениями нитей при этом из каждой точки торчит своеобразный лучик и все они расходятся от центра пятна в разные стороны когда солнце поднялось из-за сотен чуть выше пятно стало ярче и больше но и лучики стали длиннее что же мы здесь видим может быть каждая такая точечка со своим лучиком это порция света которая пробивается в дырочку между скрещениями нити и тогда явление относится геометрической оптики а может быть все таки мы здесь имеем дело с интерференцией и дифракцией и явление относится к волновой оптики чтобы объяснить явление прежде всего нужно разобраться с этим базовым вопросом и я еще в палатке заметил что когда я приближаю и удаляю голову картинка вроде бы совсем не меняется хотя нити становится ко мне то ближе тут дальше а сегодня мы уже сделали контрольный опыт взяли вот этот источник который условно можно считать точечным я его разворачиваю на себя беру ткань палатки и дальше смотрю сквозь нее на источник то отдаляю ткань от глаза то приближаю и хотя расстояние до плетения нити в этом опыте меняется раз в десять при этом та картинка которую я вижу практически не меняется совсем а значит это никакая не геометрическая оптика и мы имеем дело с волновой оптикой но с интерференцией и дифракционными делами но вы знаете как-то раз я уже наблюдал аналогичную дифракционную картину я сидел утром за рабочим столом посмотрел в окошко и увидел как солнце чуть-чуть выглянуло из-за среднего дома и на тюлевой занавески были вот такие красивые разноцветные полосы это конечно дифракция нескольких порядков я тогда сфотографировал и понятно что то что мы видим здесь очень сильно отличается от того что я увидел в палатке надо разобраться в чем же тут разница ну и для этого давайте возьмем и сфотографируем ткань пологопалатки при сильном увеличении мы видим плотное полотняное плетение пересекающихся под прямым углом нитей диаметр каждой нити равен 3 десятым миллиметра а вот размер отверстий между нитями меньше толщины нити примерно в раз и составляет 6 сотых миллиметра так что плетение нитей образует своеобразную дифракционную решетку с мелкими отверстиями на квадратной сетке а теперь мы сделаем контрольный опыт возьмем лазер лабораторную дифракционную решетку с квадратной сеткой отверстий и посветим лучом лазера через эту решетку на экран и мы видим дифракционную картину очень напоминающую то что я наблюдал вчера утром в палатке а теперь надо заменить лабораторную дифракционную решетку на ткань и мы снова наблюдаем яркие пятна расположенные в шахматном порядке расстояние между соседними точками стало в два раза меньше а это значит что шаг нитей на ткани в два раза больше шага отверстий на лабораторной решетке и поэтому я хочу подчеркнуть то сетка из точек которую я видел в палатке это никакая не сетка нитей а это самое настоящее дифракционное изображение которое наблюдал своим глазом а теперь настало время нашего традиционного заключительного вопроса и он будет таким когда солнце уже взошло и хорошо осветило все вокруг снаружи палатки я стал внимательно рассматривать ткань приблизив к ней глаз и неожиданно я увидел что каждая дырочка это не дырочка а такой кружочек яркий с темным пятном внутри еще светлым пятном снаружи и я заснял это на свой смартфон смартфон тоже увидел такую картину и вот вы ее сейчас наблюдаете и спрашивается что же такое мы видим в этом случае ваши соображения на счет пишите в комментарии к этому ролику на ю тубе